здравствуйте дорогие друзья и гости моего канала все и начнем делать сыровяленое мясо сыровяленая свинина так сказать думаю 23 февраля мы ее попробуем может даже раньше сегодня декабрь вот такие вот кусочки свинины шея все лишнее здесь всякие обрезочки то что торчат туда все надо обрезать должен быть один сплошной кусок мяса это у меня напоминающие я приготовил посолочную смесь и будем солить посолочная смесь 25 грамм нитритной соли на килограмм мясо напоминаю будем делать сыровяленое мясо 3 грамма сушеного чеснока на килограмм грамм можжевеловых ягод вот полейкой там раздавленные ножом или ложкой или в ступке по одному грамму на смесь перцев 2 грамма на килограмм перец каенский получается 05 от 0 5 до грамма на килограмм кто любит поострее тот поострее если нету каенского перца можете просто используя бакловины красный жгучий перец и розмарин 05 грамма на килограмм хорошенько размешиваем его соль разошлась и приправы разошлись ну чтоб размешали смесь посолочного получилась начинаем солить мясо солить я буду в контейнере насыпаем неравномерно все распределяет натираем все мясо все специи распределили оставить пресс моем случае этого доска деревянная обтянута пищевой пленкой и гирька детская килограммовая тоже обтянута пищевой пленкой гирька всего килограмм здесь не сильно на чтобы она придавилась а буквально чуть-чуть чтобы был пресс вот так оставляя при комнатной температуре на 6 часов а потом убираем холодильник на пять суток минимум на пять суток также можно это все у нас все мяско вакуум заделать в виду вакууму пленку и точно так же все и и как бы она уже будет спрессованная пресс будете также 6 часов она лежит при комнатной температуре комнатной температура это 25 градусов высшие до высшие тоже не комнат к этому жарко это уже тропики при комнатной температуре 6 часов ну а потом холодильник все встретимся через пять суток а точнее уже скоро для засолки мясо чтобы сделать потом взял сыровяленое используя только сто процентов нитритная посолочная смесь но нитритная соль 0 6 процентовая ну вот мяско просолилась пять дней но солилась сейчас мы смотрите какое оно красивое сейчас мы поверхность все специи которые на верху мы их уберем очистим протрем салфетками ну и дальше начнем их упаковывать очистили маломасливые специи берем коллагеновую пленку брел кусок мяса шея и плотненько заворачиваем не порвал пленку аккуратно края затягиваем скручиваем и фармолочную сетку как обычно канализационная труба край завяжем и будем вешать сыровя лица до каждый кусок мы обязательно взвесим и повесим бирки с датой и с весом каждого кусочка я лица нам у нас будет до потери в 30 процентов веса так же управляем формул что ну все упаковали шею в коллагеновая пленка и формовочная сетка обязательно бирочки с весом и с датой когда мы их упаковали и отправили холодильник гореть буду их холодильники с поддержания влажности 70 75 80 процентов поддержания влажности и температурой 7 8 градусов плюс отправляем я лица я лица не буду до потери веса 30 процентов как только не потерять вес 30 процентов все значит она готова и будем пробовать если мы вялиться шею свиную колбаска висит температура холодильники холодильник обыкновенный витринный холодильник не обыкновенный витринный холодильник старенький температура там восемь градусов восемь девять до десяти градусов будет просто прохлада вентилятор работает влажность поддерживаю просто вот соль и вода соответственно влажность вот пределов 76 влажность будет от 70 до 80 процентов вентилятор дует влажность падает вентилятор перестает влажность растет также температура вентилятор начинает дуть температура падает вентилятор перестает температура растет вот таких вот параметрах она будет у нас вялиться ну вот 6 на так сказать и завялилась закладывали в него 2 12 вес ее был кило 29 потерялись чуть больше 30 процентов почти 35 процентов сейчас она весит 700 грамм сейчас разрежу посоле что у нас получилось в эту сетку уберем такая вот шея свиная протрем ее сейчас коньячком от плесени вот это белый выступающей соли можно и коньяков протирать мужик любым крепким напитком режем среди красота получилась запах такой гориного мяса очень вкусный сейчас мы еще отрежем тоненький кусочек такое мяско оно светится прям просвечивается можно сказать все жилки все видно и очень вкусно и любите сыро вяленое мясо просто бомба вот такая шея получается вялилась 45 дней ровно 45 дней до потери веса больше 30 процентов температура вялки скакала в холодильнике от 8 до 12 градусов и влажность также скакала от 70 до 85 градусов и влажности я имею ввиду процентов это очень вкусно прям всем приятного аппетита и до скорых встреч